Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Давно подбиралась к этой теме, несколько раз смотрела видео, но после просмотра отметала эту идею. В очередной раз посмотрела сетку для защиты сада от птиц в садовом центре и поняла, что могу сделать такую же и даже лучше. Надо только научиться. Вспомнила пословицу «Не боги горшки обжигали» или на ту же тему «Глаза боятся, руки делают». Домашние, увидев, чем я занимаюсь, попробовали меня отговорить, дескать, можно же купить. Но мне нравится что-то делать своими руками, и потом лишний навык никогда не помешает. Вязание, шитье, вышивание крестиком, керамика – все это попробовала, и все это по большей части рукоделие для женщин. А рыболовные сети плетут, как правило, мужчины. Решила попробовать сплести такую же сеть для защиты сада от птиц. Вот спела небольшой образец. Сначала не получала, спсиховала, нервничала, но потом посмотрела еще пару десятков видео и стало получаться. В чем суть плетения сетки? Вот ряд ячеек. Нужно привязать нитку к каждой ячейке, и получится новый ряд. И так далее. Думаю, каждый, кто смотрит это видео, умеет завязывать шнурки на ботинках. Здесь все то же самое. Взяла нитку другого цвета и привязываю ее самым простым узлом. Раз узел, два узел, три узел и так далее. Получаются в полдне сносные ячейки. Чтобы не испытывать ваше терпение, пока хватит, можно было бы на этом остановиться. Но опытные мастера утверждают, что такие узлы в скором времени развяжутся. И такие узлы, кроме того, будут скользить по нитке. Поэтому сейчас покажу, как завязывать более надежный узел. Он самый простой из того, что предлагает интернет. Для тренировки подойдет обычная иголка. Итак, для того, чтобы завязать узлы, обязательно нужно фиксировать или закреплять наши ячейки. Иначе ничего не получится. Итак, снизу иголкой цепляюсь за ячейкой. Сейчас сетка лежит на поверхности. Поверьте, для начинающих так удобнее. В правой руке игла. Левой рукой придерживаю нить. Образуется воздушная петля. Иголка снизу проходит под этими двумя нитями. Далее тяну нитку. Завязывается узелок. Давайте еще раз. Снова иголка именно снизу. Именно снизу. Проходит через ячейку. Левой рукой придерживается воздушная петля. Иголка проходит под под этими двумя нитями. Тяну за нитку. Получается еще один узел. Смотрите на этот узел. Для того, чтобы ячейки были одинаковыми, нужно использовать линейку. На языке специалистов по плетению. Эта линейка называется планкой или плашкой. Теперь использую линейку. Давайте снова завяжу этот же узел. Смотрите. Рабочую нить кладу на линейку. Далее снизу цепляю за ячейку. Подтягиваю нить так, чтобы ячейка оказалась у края линейки. Теперь, чтобы было по всем правилам, использую большой и указательный палец левой руки. Большим пальцем придерживаю нить на линейке. Далее закидываю нить за указательный палец, чтобы получилась воздушная петля. Иголкой снизу захватываю две нити и тяну на себя. Причем сначала убираю указательный палец. а затем и большой. Узелок затянулся. Образовалась новая ячейка. Еще раз. Так, так. Так, вот так. В принципе, довольно быстро можно научиться делать. Вот образовались петли. Еще раз. Линейка. Рабочая нить сверху. Снизу протягиваю через ячейку предыдущего ряда. Подтягиваю к линейке. Фиксирую большим пальцем. Закидываю воздушную петлю вокруг указательного пальца. Снизу захватываю обе нитки предыдущего ряда. Начинаю тянуть за нитку. Освобождаю сначала указательный палец, а затем и большой. Тяну нитку до тех пор, пока не завяжется узел. Все. Узел завязался. Новая ячейка образовалась. Потренируйтесь несколько раз и у вас обязательно получится. Потому что это все еще не тот самый узел. Он, конечно, не развяжется, но этот узел все еще скользит по нитке. И теперь перехожу к тому самому настоящему узлу. Будет всего на одно движение больше. Так. Все то же самое. Дохожу до того места, когда захватываю обе нити предыдущего ряда. Итак. Сначала захватываю обе нити и теперь еще одно движение. Дополнительно захватываю еще одну нить справа. Затягиваю узел. Все. Этот узел теперь не развяжется. и не будет скользить. Давайте еще раз покажу. Сначала движение как в первом узле. Теперь дополнительно захватываю нить справа. Затягиваю. 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 Впереди бесконечные новогодние праздничные дни. Вот это рукоделие и успокаивает, и затягивает. В следующий раз расскажу, с чего надо начинать, чтобы сплести сеть. Также какие потребуются инструменты. Вот у меня два челнока. На этот можно намотать много нити, но он слишком большой. Вот посмотрите, вот в эти ячейки он не пролазит. А вот челнок поменьше. На нем умещается не такая длинная нить, но таким челноком удобно работать. В конце видео размещу фотографии челнока. Вот у этого челнока длина 18 см, ширина 4 см. Совершенно необязательно прямо сейчас бежать и покупать челнок. Можно самим вырезать из плотного картона для тренировки сгодится. И в качестве плашки подойдет обычная линейка. Или кусок пластика, или оргстекла. Но нужно будет отшлифовать, чтобы нитка не цеплялась. Как определиться с размером плашки? Вот эта линейка 2,5 см. Ячейка получается со стороной 2,5 см. И вот в такую ячейку этот маленький челнок пройдет. Это как раз то, что надо. В общем, готовьтесь к следующему занятию, тренируйтесь. А у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До следующего раза буду держать вас в курсе. Продолжение следует...